Медведь-людоед напал на туристов в Ергаках. 16-летний парень погиб, еще один мужчина пострадал. К сожалению, число заболевших снова растет. Губернатор края предрек ужесточение антиковидных мер в регионе. В Красноярске снова стреляли. На рынке Южный произошла вооруженная разборка. Жители дома, которые должны были снести, получили платежки за капремонт. На Карла Маркса закрывают пешеходный переход, а обитатели высоток Ночкалова боятся, что им размывает фундамент. Пульс города в рубрике «Дежурная группа». Медведь задрал 16-летнего подростка в Ергаках и напал еще на двух туристов. После этого спасатели отправились выслеживать хищника-людоеда с оружием. Кровавая драма происходила на одном из самых популярных и доступных туристических маршрутов до озера Светлое. Подробности случившегося в нашем сюжете, но впечатлительных людей, детей. Мы просим все-таки его не смотреть. На этих снимках медведь-людоед. В пасти животного видны следы крови. Вчера днем именно этот зверь напал на 16-летнего парня в Ергаках, а затем еще на двоих туристов. Вчера на горный пост Ергаки поступил в 8.30 вечера звонок о том, что на группу туристов напал медведь. Спасать туристов вышла группа из сотрудников МЧС и администрации парка. Выяснилось, парень работал носильщиком в палаточном лагере на Медвежьем озере. Утром в понедельник он ушел за продуктами и не вернулся. На его поиски вышли двое мужчин. Они нашли тело подростка, а рядом медведя, который стал защищать добычу и напал на одного из них. Тот сумел нанести удар ножом и сбежать. По словам руководителя парка, встреча медведя с подростком была не случайной. С рассветом группа спасателей решила выследить медведя-людоеда. С очень необычным поведением, абсолютно отсутствия оборонительной какой-либо реакции. Более того, он пытался напасть на нашу группу, которая его выслеживала. Буквально последние миллисекунды удалось его отстрелить, когда он резко сделал прыжок из-под бревна. То есть он почти сразу нас выслеживал. Пострадавший 28-летний мужчина получил травму плеча и ягодицы. Сейчас он проходит лечение. По словам охотоведов, причиной агрессивного поведения медведя мог стать голод. В Ергаках в этом году аномально долго лежит снег и пока не выросли травы, которыми привыкли питаться хищники. Вдобавок, погибший парень шел не по туристической тропе. Следователи сейчас проверяют, насколько законно он работал. На место происшествия выехала следственная оперативная группа. По данному факту, следственными органами в настоящее время проводится проверка. Встречи людей с медведями в Ергаках происходят почти каждый год. Так в 2018-м Бурый ограбил туристов на привале. Медведь жрет наши припасы. Ничего его не испугало. Ни крики, ни вопли. Сигнал охотника тощий, облезлый. Забрались на камень, он там рюкзак бросил. И все, просто тупо пошел на нас к еде. И все. В 2015-м в Ергаках медведь залез на палатку. Марина Фокина с топором защищала двоих детей. Хирурги краевой больницы собирали ее лицо по кусочкам. Когда ушли от медведя, перешли через ручей, все мокрые, дети в том числе. То есть, ну, июнь месяц, в горах холодно, не прогревается, земля не начали мерзнуть. И пошла за спальником для детей, чтобы укрыть их. Вот это вот обессиленное, мокрое. Я падаю, я встаю, опять падаю. В этом году Министерство экологии края разрешило охотникам отстрелять пятерых медведей в Ергаках, чтобы отрегулировать численность. Но для дикого парка это не так уж много. Поэтому туристов там каждый год просят пользоваться только оборудованными экотропами и не ходить в одиночку. Антон Попов, Новости Прима. Новые антиковидные меры не исключены. Это заявил губернатор Александр Рус в Инстаграме. Напомню, на прошлой неделе вышел новый указ, который запретил работу фудкортов и детских игровых площадок в торговых центрах. Но есть вероятность, что эти меры скоро ужесточат. К сожалению, число заболевших снова растет. В больницах разворачиваются дополнительные мощности. И если такая динамика сохранится, не исключаю, что нам придется вводить ограничения по примеру прошлого года. И чтобы этого избежать, прошу всех и каждого проявить максимум ответственности. Соблюдать несложные требования. Масочный режим и социальную дистанцию. А главное, постараться побыстрее сделать прививку. Из-за роста заболеваемости ковидом в Красноярске отменили все зрелищные мероприятия ко дню города. Традиционный салют, шоу дронов и общешкольный выпускной на Татышеве. Тем временем за сутки в крае заболели 158 человек. Это на 11 больше, чем накануне. Такого прироста не было с начала марта. В самом Красноярске количество новых случаев уменьшилось. Инфекцию подхватил 41 человек, а накануне был 51 заболевший. Скончались за сутки 8 жителей региона. Из больницы выписались 99 пациентов. Ну а сотню кислородных баллонов в день привозят в ФМБА. Столько сейчас требуется коронавирусным пациентам Сибирского клинического центра. Видео, как у стационара разгружают баллоны для аппаратов ИВЛ, показал один из реаниматологов. В самом медучреждении рассказывают, что до роста заболеваемости нужно было в 4 раза меньше кислорода. Расход на одного пациента, который привязан к аппарату ИВЛ, от 2 до 3 баллонов в сутки. В ФМБА заявляют, что перебоев с поставкой кислорода нет. Договор заключен до конца года. Разборки со стрельбой произошли на южном рынке. Хлопки, бегущие люди с палками и дрифтующие машины попали на видео. Конфликт произошел еще в выходные между работниками рынка. По нашей информации, разборки устроили выходцы из Азербайджана и Таджикистана. На место выехали наряды полиции. Заведено дело по статье хулиганства. Виновным грозит до 7 лет лишения свободы. 6 человек проверены на причастность к совершению данного преступления. При обыске у одного из возможных участников конфликта изъяты охотничье ружье, травматический пистолет, а также патроны. Это дежурная группа. И мы на Чикалово 41 ожидаем. И начинаем с последствий недавнего сильного дождя. Посмотрите, здесь провалился асфальт буквально до фундамента. И сами собственники придумали такое вот песочное ограждение баррикады. Ну, почти песочный замок. Для безопасности людей, конечно, достаточно. Но атака с технической точки зрения, наверное, это весьма недостаточно. Поток идет воды. Вот он вот так вот. И он вот сюда. Дом стоит на рельефе. Все воды текут сюда. Видите, как фундамент сделан. Никакой гидроизоляции нет. В энергосети второй день. Не могу дозвониться, потому что вон там кабель лежит. Вчера я была в администрацию. Помочь нам материально ничем не могу. Сначала надо делать проект. То есть надо строительную оценку, насколько опасно вот такое замокание фундамента. Удивительно, что сюда не ухнула припаркованная машина. Ну и если посмотреть на детскую площадку, которая рядом, она полна детей. И до провала здесь, ну, каких-то метров пять. Просто засыпать, значит, эту проблему на время похоронить. Да, вот, видите, прекрасный материал. Сейчас буду делать ограждение. Заборчик здесь поставить? Да. Будем надеяться, что жильцы все-таки дозвонятся до энергетиков, разберутся, почему именно так был построен дом, сделают проект и все исправят. Ну, а мы двигаемся дальше. Это Гагарина 64. И жильцы этого дома крайне недовольны, что им пришли платежки за капремонт. Казалось бы, в чем дело? Рассказываю. Сзади меня дом, который очень похож на частный коттедж. Но внутри сюрприз 23 собственника. Около 10 лет назад этот дом был переделан под многоквартирный. Покровка вообще славится такими вот домами хитрыми. Чего только стоит улица Кандагарская. Один из домов там, помните, произошел взрыв газа, была трагедия. И вот этот дом по такому же принципу когда-то был переделан. Суд Центрального района в апреле признал это жилье незаконным и обязал людей съехать, да еще и снести все за свой счет. И тут людям приходят платежки за капремонт. Конечно, у них вопрос, зачем платить, если все это, может быть, снесут. Это первый раз в платежках за свет у нас капитальный ремонт. Вообще непонятно. Платить за капремонт вы пока не собираетесь? Ну, я лично не оплачивала. Потому что нужно понять вообще, что будет, что нас ждет. В фонде капремонта нашим коллегам из НГС-24 рассказали, что сведения об этом доме им подали в муниципалитете. И поэтому жильцам пришли платежки, якобы все закономерно. Но сейчас жильцы Покровки ждут результатов апелляции. И эти квитанции, конечно, их смутили. Кстати, в этом доме, который якобы под снос, до сих пор продают комнаты, квартиры. Миллион рублей. Пожалуйста. И заканчиваем дежурную группу на Ленина-126. Здесь нерегулируемый пешеходный переход решено убрать. Вычеркнуть из жизни красноярцев уже с 1 июля. Формулировка ради повышения безопасности дорожного движения. Помнится, что в этом районе пару пенсионерок чуть не сбила машина. Так что администрация рассчитывает, что после ликвидации этого перехода мы с вами, пешие люди, начнем пользоваться регулируемым, который находится здесь неподалеку на перекрестке. Это была дежурная группа. Если у вас есть свои новости, хорошие или не очень, сообщайте их нам по телефону 202-22-22. Пишите на WhatsApp и Viber на Миротеже. Анастасия Цыганова, Вячеслав Казаков. Новости Прима. В Красноярском аэропорту Черемшанка появится лесопожарный центр. Федеральному бюджету строительство зданий и летная техника обошлись в 5 миллиардов рублей. Изменится ли подход к тушению лесов, расскажем в сюжете. А еще здание для персонала, административный корпус и ангары для авиатехники. Все это новый межрегиональный лесопожарный центр «Север». Он базируется в Черемшанке. За 5 федеральных миллиардов там не только построили здание, но и закупили для него новую технику для тушения пожаров. Четыре самолета Ан-2 и шесть вертолетов Ми-8. Такого центра, как у нас, говорят, нет нигде в России. Создать его решили в 2019 году. Тогда летом Сибирский лес полыхал на площади больше полутора миллиона гектаров. В край ввели режим ЧАЭС, доступ людей в лес ограничили, город затянуло дымом. В регион пришлось перекидывать самолетами на бароны, чтобы бороться с распространением огня. И у нас не каждый год один субъект горит одинаково. Специалисты рассказывают, локализовать пламя стараются в первые же сутки потушить и того быстрее. А так как некоторым очагам нет никакого доступа, только с воздуха. Поэтому упор делается как раз на авиатехнику. Идут специалисты и на опережение, говорят, в Рослесхозе. И наша сегодня идеология, что мы работаем на убреждение, до введения особых противопожарных режимов. Есть авиация, это уже хорошо. То есть мы можем удаленно точкой забрасывать людей. Авиация, прилетев туда, не сможет дальше выполнять задачи, потому что нужно топливо и все остальное. Площадки подскока определены. Исходя из тех районов, которые наиболее горимы по среднепутилетиям, среднепутилетиям. Причем наш Красноярский лесопожарный центр будет помогать в борьбе со стихией и в других регионах. Красноярский край, Иркутская область, Саха-Якутия, Забайкальский край. То есть наиболее горимые субъекты Российской Федерации с труднодоступными территориями, с зонами контроля, куда не добраться обычной лесопатрульной и лесопожарной техникой. Первая часть техники придет уже в этом году, остальные вертолеты в 2022. А еще для края такой центр это больше 200 новых рабочих мест. Параллельно работу ведут и с нарушителями. По словам специалистов, около 90% лесных пожаров происходят по вине человека. В эту работу на территориях включены все главы. Их обязанность выявлять всех виновников лесных пожаров. Второй год подряд нам удалось и применительно к вот такого рода причинам пожаров добиться определенных подвижек к лучшему. За поджог, неважно нечаянно это вышло или намеренно, получить можно не только штраф, но и уголовное наказание. Алена Крашенинникова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима. Новости Прима. Охранник Министерства соцполитики не пустил в туалет мать с ребенком-инвалидом. Об этом через минуту. Новости Прима. Пришел забрать свои деньги, а их не отдают. С такой жалобой на потребительский кооператив «Совет» обратился в новости Прима житель Красноярска. Виктор Ковалев рассказал, что вложил в кооператив 400 тысяч рублей. Проценты капали и вот спустя три года он решил свои средства забрать. Все сделал как нужно. Уведомил кооператив за две недели до окончания договора. Виктора смутило, что офис в его городе закрылся. Но его успокоили это временно сотрудник командировки. Деньги пообещали отдать 21 июня. И вот накануне Виктор ничего не смог получить. У меня офис в Железногорске сейчас закрылся. Неделю до них не мог дозвониться. И сегодня вот как дозвонился, я сказал, я еду в Красноярск, хочу получить свои деньги. Потому что у меня договор уже закончился. Мне говорят, вот 21-го мы откроемся и выплатим. Но эти завтраки уже надоели, я не знаю, сколько нужно ждать еще. Кооператива в Железногорске не открылся. В Красноярском филиале Виктору не могут выдать деньги, потому что такие большие суммы якобы заказываются заранее на конкретный офис. Пайщики переживают, что КПК вообще прекратит работать. Офис на декабристов уже закрыли, на партизаны исчезла табличка с графиком работы. Ни один телефон сайта не отвечает. В интернете о кооперативе масса негативных отзывов. Центробанк вообще-то постановил ликвидировать его еще полтора года назад. Но удалось это сделать только недавно через суд. Но в КПК говорят, что раньше совет был другой, его ликвидировали. А нынешняя организация с другим ННН и владельцем выиграла суд и работает. Но у этого КПК все равно заканчивается страховка вложенных средств уже в конце июня. В итоге сейчас в полиции уже шесть заявлений от вкладчиков и проводится проверка. Охранник Министерства соцполитики не пустил в туалет мать с ребенком-инвалидом, сославшись на ограничения из-за коронавируса. И обслуживали министерства и граждан. А вы такой сидите тут и распоряжаетесь их правами по своему выбору. Я не могу пускать. Да это ваши проблемы. Я не обязана вас спрашивать разрешение для того, чтобы попасть в туалет. А она, которая не говорит, тем более ничего не должна вас спрашивать. На карантине. На каком карантине? Туалеты на карантине у вас? Что вы придумываете? Страну дураков здесь устроили. Эти кадры сняла женщина-очевидец. На них видно, как охранник уточняет, по какому поводу пришли посетители. В этот момент мать ребенка переходит на крик. По итогу семья так и не попала в туалет министерства. А после скандала отправилась в краевую прокуратуру. В министерстве рассказали, что среди их сотрудников действительно есть случай заболевания. Но пообещали провести беседу с охранниками частного предприятия. А маме и ребенку принесли извинения за некомпетентность мужчины. 35-летняя женщина, которая поставила на колени чужого ребенка и заставила его извиняться перед своим сыном, теперь извиняется сама. Я хочу очень искренне от всего сердца перед вами извиниться за то, что я поступила так с вашими детьми. Простите меня, пожалуйста. И я еще лично перед вами извинюсь, когда я вас увижу. Буду извиняться перед вами и перед вашими детьми. Простите меня, пожалуйста. Подозреваемую все-таки задержали полицейские. Напомню, 13 июня она напала на 9-летнего мальчика, который якобы оскорбил ее 5-летнего сына. Горе-мать силой поставила школьника на колени и требовала, чтобы он просил прощения. Спустя несколько дней женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила еще и 12-летнюю девочку. Заведено уголовное дело. В ближайшее время меру пресечения ей определит суд. И не исключено, что подозреваемую отправят под домашний арест. А в Красноярске снова пройдет ливень. И завтра утром и днем ожидается гроза. Температура воздуха ночью будет 11 градусов, а днем от 18 до 20. Синоптики обещают, что с четверга только погода начнет налаживаться. Напомню, в воскресенье за несколько часов выпала месячная норма осадков. Ливневая канализация не справилась с водой, затопила улицы, здания, разрушился асфальт. И надеемся, что завтра такого не повторится. Ну а дальше еще пять новостей коротко. Сегодня из Красноярска разрешили регулярные и чартерные рейсы в Турцию. Напомним, что ее закрыли еще 13 апреля. Все туристы, которые поставили прививку от коронавируса, могут въезжать в Турцию без теста на COVID-19. Как сообщают туроператоры, россияне начинают сдавать путевки на отечественные курорты. Красноярец Алексей Ермолин отправился до Португалии на мотоцикле. За три дня ему удалось доехать до Казани. Мужчина преодолел расстояние в 3400 километров. Следующий пункт – Москва. Путешествие в Европу на байке Алексей запланировал еще в 2019 году. Но из-за ковида его пришлось перенести. Мы матерились там на морду. Я наоборот нормально разговаривал. Я что, не знаю, что там сзади все сидят. Я им еще там сказал. Вы поезжай, давайте спокойно. Можно ваш паспорт? Нет. 40-летний житель Красноярского края устроил дебош на борту воздушного судна. Задержали мужчину в новосибирском аэропорту Толмачева. Он летел в Новый Уренгой. Он неприлично выражался, отказывался пристегиваться и размахивал руками. Дебошир странно загибал руки и утверждал, что ничего противоправного на борту самолета не совершал. Мужчину могут оштрафовать за мелкое хулиганство на сумму от 500 до 1000 рублей, либо арестовать на срок до 15 суток. Красноярцы теперь могут получить посылку за другого человека по электронной доверенности. Ее можно сделать на сайте бесплатно. Скоро это будет возможно и в мобильном приложении Почта России. Виктор Боев из Сосновоборска в финале шоу «Ты супер 60 плюс» своим выступлением растрогал жюри, певицу Ирину Дубцову. Он исполнил песню «Что так сердце растревожено». Победителем Виктор не стал, но говорит, что совсем не расстроился. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В современной России эта дата является днем памяти и скорби. Сегодня к вечному огню в Красноярске парламентарии возложили цветы. А семье погибшего в войне фронтовика вручили удостоверение к медали «За отвагу». Сегодня 22 июня, 4 часа утра. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, на рассвете немецкие войска без объявления войны перешли границу Советского Союза и напали на пограничные подразделения Красной Армии. Сегодня на мемориале Победы прошла церемония возложения цветов и венков к вечному огню, посвященная Дню памяти и скорби. В тот страшный день земля воннула в небо, от грохота застыла в жилых кровь. 80 лет это кажется много или мало. Если учесть, что у нас еще сегодня, слава богу, рядом с нами шли в одном строю участники Великой Отечественной войны, фронтовики, это получается рядом. Этот ужас, этой войны, это подвиги, которые, несмотря на эти колоссальные потери, совершил советский народ и наша Красная Армия, они, конечно, должны остаться, как говорят, в веках. Удостоверение к медали за плаву худокорного Семена Ивановича, внучки Татьяне Михайловне Режетниковой, вручает губернатор Красноярского края Александр Викторович Пус. Сегодня произошло еще одно очень важное событие. Спустя 77 лет внучка и правнук получили удостоверение о награде деда. Семен Худокормов в годы войны вступил в партизанский отряд, принимал участие в атаках на вражеские колонны и эшелоны, подавлял огневые точки врага. Был удостоен медали за отвагу, но так ее и не получил. Семен Иванович погиб, защищая страну. Я чувствую большую гордость. Удостоверение – это реликвия для нашей семьи. Мы вспоминаем о нем, говорим о нем. Здесь живы его две дочери, его внуки, его правнуки. И вот эта цепочка времен, она дошла до нашего времени. В парке героев на Свердловской в память о ветеранах сегодня высадили ели. В мероприятии принял участие спикер краевого парламента Дмитрий Сверидов. По его словам, этот день очень важный и трагичный, а посаженные ели являются живой памятью. В Красноярском крае будет посажено 23,7 тысячи деревьев. Как раз это те насаждения, которые символизируют собой память о тех наших земляках. А их было 450 тысяч, и практически каждый третий не вернулся домой в семью. Конечно, делаем это с душой, поскольку это действительно такая живая память, объединяющая все поколения. Акция «Сад памяти» международная. Во всех регионах страны будет высажено 27 миллионов саженцев деревьев в память о каждом погибшем в войне. Евгений Шиповский, Вячеслав Казаков. Новости Брима. Автолюбители устроили необычный флешмоб на острове Татышев в честь дня рождения города. Италия. Вот так после наступления темноты водители японских Тойот Марк 2, Чайзер и Креста покружили на острове Тата жив и выстроили слово «Красноярск» из машин. Для создания букв потребовалось аж 70 автомобилей.